Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, у нас тут доброе утро в Хогвартсе. Прямо сейчас я вот как настоящий летчик, вернувшийся из далеких заморских стран, накупил всякого добра и теперь вот видите, ношу все сразу. Да, что делать? Много чего мы нашли в прошлой серии. До этого у нас был только плащик, который исчезал и обычная школьная форма, а тут у меня уже столько, что я даже продал половину и еще и заработал теперь почти 2000 монет, наверное. Мы можем уже купить часть Хогвартса и сделать там, я не знаю, свою квартиру оборудовать. Ну ладно, это все конечно хорошо и здорово, но давайте с вами посмотрим некоторые вещи, которые нам были недоступны. Как видите, у нас уже появилась сова. Почту мы прочитали в конце прошлой серии. А у нас одно письмо, нам никто не пишет. Летчику никто не пишет. Профессор Фиг сказал найти его Фиг непонятно где. Ну в общем пойдем посмотрим. А сейчас я еще хочу сбегать в верхнюю комнату, отыскать все-таки этот проклятый... Вот у всех почему-то есть сундук, а вот у меня нету. Вот я не помню, у меня его сперли что ли? А, у меня же его съели, точно. У меня же поэтому оно и есть. У меня же дракон его съел. Так что, я не могу позволить себе какой-то старый сундук найти, а шкаф для кого? Для элиты? Зачем тогда шкаф здесь находится? Так, ну ладно, пошли. Там еще был третий этаж, там какое-то зеркало стояло. Может мы теперь с вами сможем немножко прихорошиться. Сейчас тут третий этаж, тут... Подожди, еще выше, еще тут одна спальня была. Там мега элита живет, которая... Подожди, вот это вот знакомое место, тут нету бабочки? Люмос? Нет, тут бабочки нет. Хотя, по идее, может и быть. Ладно, неважно. Я вообще-то в гости к своим товарищам. Вот зеркало какое-то непонятно. Что за зеркало? Не знаю, это уж какое-то странное зеркало. Вот, замок уровень 2. Вот сундучок есть. Ну это, скорее всего, просто вскрытие. Нету сундучка. Короче, менять... Если хочешь переодеться, надо переодеваться с помощью своего меню. Не, ну тут у меня это меню. Заходи сюда. Я думал здесь пере... Так, подожди, какое-то зеркало аж было. По-моему, не это, да? Да, по-моему, не это. Где-то мы или в туалете его видели, или не помню где. Ну, короче, неважно. Ну, в общем, давайте сначала здесь пороемся сейчас. Не могу же я вот так вот идти на занятия. Ну, пипец просто. Я лучше ректора выгляжу. В драконьем пальто кожаном из кожи дракона. Сходил в Хоксмит. Так, ладно. Смотрите сейчас, что мы будем делать. Тут мы с вами выбирали, помните, кнопка F. Можно выбирать всякие вот эти коллекции, другое и все такое. Я так понимаю, это можно делать везде, да? Да, я могу это делать везде. Только мне единственное нужно учесть. Характеристики у меня сбросятся, если я выберу другой вид плаща, например. А мне нельзя сбрасывать характеристики, потому что я очень крутой. Мы тролля завалили с трех ударов, фактически, который на нас напал. Он не ожидал, что мы такие сильные, поэтому до сих пор там в шоке валяется мертвый, наверное. Так вот, сейчас давайте попробуем привести себя в вид первозданной, чтобы отправиться на уроки. Нам еще надо же учиться здесь как-никак, и не только троллей убивать. Смотрите, заходим сюда. У меня вот этот вот плащик, длинное пальто с драконом. Сейчас я проверю этот момент снаряжения. Сейчас еще раз проверю этот момент снаряжения. Вот сюда захожу, смотрю. Вот, на мне надето вот это. Нападение 19, у меня сейчас нападение 53. Захожу сюда, меняю вид. Где мой драконий плащик? Вот он, это вот так мы сейчас выглядим. А я хочу выглядеть как студент Хогвартса во традиционной школьной мантии, либо роскошный плащ факультета. Ну, конечно же, роскошный плащ. Это нам подарили, кстати, в магазине. Поэтому меняю внешний вид. Но если что, сохранение есть, что откатим. Какой-то он дурацкий, мне кажется. Это что такое? Что это у тебя сзади за фигня висит? Что тебя привязывали? А это как выглядит? А, вот это лучше, конечно. Ну, это попроще, конечно. Это как первокурсник, я выгляжу. Ну, это пятый все. Ну, давай, роскошно возьмем мантию. Все-таки как-никак. И назад возвращаемся. 53 у меня было. 53 осталось. Все. Мы можем с вами сделать все, что захотим с нашим персонажем. Что под мантиями? Все равно. Плащик вот этого сейчас фигней. Это еще тоже. Ой, не так. У меня всего два вида, что ли? А, я продал же все. Короче, все, что я продал, все осталось. Прикиньте. Все есть. Все нормально. Все нормально, мы ничего не потеряли. Вот я могу этот шарфик надеть. Во. Под мантию. Так, кепку, наверное, я вообще сниму. А ну, кепку мне, покажите кепку. Так, кепку тоже вид настраиваем. И убираем. У меня, кстати, есть еще темное искусство, между прочим. Кипуля. Смотри, как я могу бегать. Хе-хе-хе-хе. Да ладно, да. Могу просто все скрыть нафиг. Ну, вот так, наверное, будет лучше. Но кепка осталась, правильно? 53 и 35. Да, кепка осталась. Только вид изменился. Надо не забыть, какой у меня был вид. И очки тоже можно временно тоже... Такая надо запомнить, какую кнопку. Вот сюда заходишь, потом раз и... Воу. Ну, что, пойдем... Пойдем выучим зелье варенье. Хе-хе. Ладно, не будем пугать местных. Ну, вот уже ничего. Перчатуре тоже можно, наверное, какие-то надеть другие. Тут на автомате ты, конечно, нажимаешь иное. Ну, ладно. Тогда тоже можно, в принципе, чуть-чуть спрятать. Ну, что, гуд. Я похож на студента Хогвартса. Есть эмблема? Есть. Вот теперь я могу идти учиться. Но! У нас еще есть вещь. В библиотеке. Обязательно туда сейчас зайдем. Ну, не сейчас, а когда будем пробегать мимо. Так, 2400 монет мы с вами наторговали. Прочти все вещи продали. Так, что можно продавать, так понимаю, все на свете. Что у нас есть. И ни о чем не жалеть. Вид все равно остается. А по параметрам оно будет максимальным. Что вот это такое? Задание у меня появилось. Секрет медальона я активировал. Отслеживаем. Правильно? Правильно. Все. Ну, вот. Все. Давайте пойдемте дальше. Когда буду выходить на какое-то дельце, обязательно приоденусь тоже по-модному. Это здесь я студент. За стенами Хогвартса. Я летчик. Летчик в драконьем плаще. Зовите меня так пока. Так, ну что? Опять я что-то выключил. Давай сюда. А тут у меня побочки появились. Смотри, сколько побочек появилось, народ. Тайник в замке. Раз. Ладно. Профессор фиг подождет. Хитроумные ключи. Два. Кстати, я тут костер еще не активировал. Давайте его активируем. И... А что я так далеко нахожусь? А ну пока дойду. Да. Побочечка. Побочечка это интересно. Это мы будем выполнять все задания побочные, какие встретим. Мы это делаем во всех играх. Так, тут кто-то молится. Здрасте. Лампе молитесь, да? Мне Аллахомору бы выучить. Мерти сундуки уже... А, вы не молитесь. Вы общаетесь с предком, наверное, да? Видеосвязь, да? А, понятно. Здравствуйте. Куда заглядываешь, льву? Не стыдно тебе? Не, я львами не интересуюсь. Особенно в том месте, куда ты заглядываешь. Пойду лучше. Эх, это те же вот эти вот первокурсники. Прости вам. Прикольно тут у вас. Хожу, смотрю, полезная эта вещь ваше руководство для волшебника. Весьма лестно, что меня включили в программу. О, Безголовый Ник, это ж ты? Безголовый Ник. А можно с призраком поговорить? Да, это он. Это Безголовый Ник. Жалко, что с ним нельзя поговорить. Прикольно ему было. Наконец-то я его поймал. Вот он летает постоянно. По этим коридорам не догонишь. А что у нас здесь? Чего я его не открыл? Сундук факультета. Нерабочий. Вот он, сундук факультета. Сюда можно еще, наверное, вещички сбрасывать. Он у нас находится в гостиной, понятно? А что они не активные? Я же, я же свой, ребята. Но я же даже переоделся для этого, чтобы быть своим. Вот человек пытается тоже, да видите, заклинание изучать, передвигать лампу. Будучи абсолютно сонным. Спящим. Так, что звенит, блин? Где? Сундук, что ли? Ну, куда доходит? А куда доходит? Да ешь, моя ешь. Эти вот звоночечки. Что, книга летает где-то? Где, что, кто, что, где? Эти жуков какие-то запускают. Ладно. Снич, вот что. А как мне снич поймать? Мы же это делали, помните, в этой, в основной игре? А может мы его это? Смотрите, снич. Снич, снич, летает. Ну, я его в основной игре, по-моему, на этом. На этом ловил, как его. А ну, акцию, давай. Пипец, ну и скорость у него. А ну, подойди ближе. Это ж, это ж зараза, это ж, это ж... Ребеллио, блин. Это ж зараза, мы с вами ловили в старых играх. И тоже в гостиной он летал. Но это было сложно. Ну, тут тоже, вижу, нелегко. Вот он. Акцию. Ну, акцию уж, блин. Слушайте, тока. Тока на него, навожу на него. Ток навожу на него что-либо. Я расстиховался. Ладно, успокойся. Я просто расстиховался. Ладно, все, пошли. Я думаю, снич мы поймаем как-нибудь в другой раз. Может, на метле. Помню, мы в свое время на метле его тоже ловили в гостиной. Было дельце однажды. Ладно, нам куда? Нам, нам, нам сюда в дыру. Кроличи побежали далее. Дайте я музон хоть заряжу. Диджей Вилд с вами. Шетвилд с нами. Так. Что тут звенит у нас? Ё-моё, здесь. Мой факультет, и я его... Да что к вас... И я его не прочитал. Портрет полной дамы. Это портрет охраняет гостиную Гриффиндора, требуя пароль от любого, кто хочет войти. Известно, что она и ее подруга Виолетта бродят по другим портретам, периодически прикладываясь стоящим там чадом-свином. Алкоголички такие. Так и скажите. Привет. Чё ты боишься-то? Это же я. Это же просто я. Так, куча замков. Какая-то фигня, висящая на стене. А, это-то мне надо вскрыть, это дело. Эту дело мне надо вскрыть. Ну, попозже. Вот я просто осматриваюсь сейчас. Я вернулся из Хокспита. Там такое я увидел. Я хочу со всеми вами поделиться. Со всеми вами. Поделиться этой информацией. Хочу даже погладить эту седую кры... К... 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 Киску. Не крыску, а киску. Видимо, очень-очень древняя. Да что б вас? Вот, вот тут сундук. А, сюда я не войду. Ладно, побегли. Побегли далее. Тут везде секреты. Ну, везде просто. Все звенит. Все шатается. Все говорит, что здесь есть что-то, что... Что я не вижу. Может, акцию чем-нибудь подтянуть еще куда-нибудь. Ладно. Идем далее. Два квеста нас ждут. Мне бы уже надо это, лошадь какую-то завести. Ты такие большие территории тоже вскрывал. А куда мы несемся с вами? Я уже забыл, куда мы несемся. По-моему, к огню, который не активировали, да? Куда ты идешь? К огню иду. Правильно идешь? Давай, давай, давай. Там и квесты, и все остальное. Не, на вниз. А ну, минуточку, еще вверх загляну. Я-то тут бывал, а вот вверху нет. А вот вверху я не бывал. А тут вот, опа, и какой-то профессор. Бюст Коктеврана. Этот бюст, созданный в честь факультета Коктеврана, находится в высокой башне Коктеврана. Не, я сюда ходил, но бюст... Бюст не видел. Блин, да что ж еще здесь у вас с этими звоночками? У вас тут что-то? А ну, признавайте, что у вас здесь? Вижу. Коктевранский факультет. Нашли их, гостиную, смотрите. Дверной молот Коктеврана. Чтобы попасть в гостиную Коктеврана, нужно использовать логику и рассуждение. Решить довольно эзотерическую загадку, которую задает дверной молоток к соображениям орла. Но мне туда вход запрещен. Ну ладно, все. Немножко с вами прогулялись еще к Коктеврану. Знаем, где теперь у них факультет. Можем прийти взломать двери, если что. В свое время, я думаю, сделаем. Ладно, мне вниз пошли. Самое интересное, что мы познакомились с Коктевраном, с Пуфиндуем. И с Лизерином вообще еще не виделись. В то крыло еще ни разу не ходили. Опять что-то тащишь. Воровитый народ здесь местный. Так, это сундук с глазом, по-моему. Ничего здесь такого нет интересного. Что у вас тут звенит? Вижу, 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 иду. Так, есть еще. Портрет сэра Кедагана. Сэр Кедаган якобы дружил с самим Мерлином. И именно поэтому стал рыцарем круглого стола. Хотя на самом деле он известен только в волшебном мире. Сэр Кедаган знаменит тем, что победил Виверну из долины реки Уай. И теперь проводит свои дни, вызывая студентов на дуэли. Восемнадцать, ой, шестнадцать, двадцать пять. И у нас, поздравляю, тринадцатый уровень. Что-то там у меня из вещей было, конечно, для тринадцатого уровня. Я не туда пошел. Я уже запамятовал, что именно. Потом разберемся, когда будем выходить опять за пределы Хогвартса. Наденем что-нибудь эдакое. Экстравагантное. На тринадцатый уровень. Так, здесь я был. Почему я не активировал... Почему я не активировал огонь, вы не знаете? Вот и у меня такой же вопрос. Есть огонь. И это важный огонь. Потому что потом сюда я... Возьму вот так, оп, и пройду быстро. Как мне быстро сюда добраться? Ревеллио. Опять кошка здесь сидит. Она здесь, кстати, постоянно сидит. Эдди Дровакол кричит. Секрет медальона, задание обновлено. Чё? Так я же еще не дошел. Куда у вас-то что обновлено? Мне вверх или вниз? Вверх. Я как этот. С металлоискателем хожу. А, вот здесь. Мне кажется, вот здесь. Что это за дверь? Туалеты. Ну, это же мое любимое. Давай. О, фитровая шляпка с шестеренками. Это тоже посмотрим. У меня там есть куда что складывать, но... Ё-моё, тут у вас. Подождите, я починю туалет. Все, еще и слил. У них там это... Плохо сливается, я еще и помог чуть-чуть. Так. Я главный под туалетом просто. За чистоту. Я там... Тут иногда встречаются очень интересные вещи. Ну, всегда встречаюсь, по крайней мере. Вот, смотрите. Вот что здесь творится. Просто и в других играх тоже в туалетах было интересно. Тортик мы находили уже с этими всякими там свечами. А вот зелья тут тоже иногда варят. Прикольно. Чья-то лаборатория. Ковырящее зеркало. Ой-ой-ой. Даже, даже, даже что там такое. Ладно. Это туалет из-за чили. А сундук это куда-то в другом месте. Хорошее место. Вот. Вот здесь я не был. Вот. Класс профессора Фига. Обнаружена точка с летучим пламенем. И вот, смотрите, здесь вот... Говорю, что путешествие... Ладно, не кричи. Вот еще сидит эта птичка. А вот это то, что мы, помните, искали с вами. Я просто сюда не заходил, и поэтому не мог активировать эту штуку. Но здесь точно что-то должно быть. Покрути эту штуку. Вот сундук. Сундук первого уровня. Ладно, придем сюда чуть позже. Ну что, берем эту штукенцию? Ну, берем, давай. А сюда что? А там квест уже. Нет, я сюда пока не пойду. Пошли. Я, правда, не помню, куда бежать. Но какая-то из картин должна была... Себя выдать. Вот какая из картин? Ниже, выше. Там кошка. Вот эта, наверное. Да, вот эта. Давай сюда. Одну открыли. Еще одна с этим, с кентавром осталась. Где она, тоже не знаю. Потом найдем. Так, эту активировали, чтобы там не мешало. Уже хорошо стало сразу. Так, все. Огни все зажег в этом месте. Давайте побочку посмотрим. Интересно же. Побочка. Побочка, побочка. Вот одна, вот вторая. Давайте, которую подальше возьмем. Кентавр, по-моему, тоже там выше, наверное, где-то будет. Только я не помню, где эта картина. Картина, по-моему, ниже. Или нет? Картина тоже где-то здесь была. Но это сложно вспомнить. Этот все музыканты играют. Или здесь была, или там была. Ладно, попадется, потом найдем. Побежали далее. Че тут у нас? Звенит и звенит. Звенит и звенит. Сундук с глазом. Я тебя обязательно найду. Небольшая прогрузка. Я думал, все, вылет. Нет, еще живы. Так, вот это. Это у нас что? С Минотавром? С Минотавром. А я не знаю, где Минотавр. Скорее всего, где-то тут. А это вонючий коридор. Картина думает, что воняет пол. На самом деле, мне кажется, надо у студентов спросить, почему здесь так воняет, которые здесь ходят. Ладно, Минотавром потом займемся. Это крыло. Башня защиты темных искусств. Это крыло немножко не туда. Да, ладно, одним глазом сейчас. А что ты с Люмосом бегаешь? Ты думаешь, это спасет тебе жизнь? Ну да, здесь, здесь, здесь Кентавр, скорее всего. Да потому что они вот тут вот все бегают. А ну. Западная башня. Летучее пламя. Это хорошо. Это хорошо, Кентавры. Нашел. Пошли. Давайте сюда. Все, это я сейчас закрою картину. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Давай. Есть такое. Закрываю и эту. 18-25. Но в ту башню я пока не пойду. Если что, мы активировали с вами быстрое перемещение. И теперь можем туда попасть в любой момент. Что тут у нас вообще? Про грузоны какие-то? Таких не было. Кстати, игра вышла в релиз. Уже. Пришел патч. И вот после патча мы тут стали с вами хорошо подвисать. Местами. Ужас, когда у тебя кто-то спрашивает правду. Чумазы и малявки. Просто лгой был ответ. Это вот этот ребенок сказал мне только что. Ладно, давай сюда. Так, вон. Там кто-то меня ждет. Ё-моё. Таких не было в ранней версии. Фризов. Были легкие затормаживания, но чтобы вот так фризило? Нет. Лучше бы ничего не... О, какая кошка, смотри. Мы такую гладили, по-моему, пятнадцатую. Ладно, Нелли Окспайр. Чего надо? Привет. Привет, Нелли. Ты кажется взволнованным. Хитроумные ключи снова появились. Какие ключи? Хитроумные. Тебе ведь наверняка встречаются летающие ключи. Ходят слухи, что бывшая директриса профессор Молл много лет назад заколдовала их, чтобы защитить содержимое некоторых шкафов. Профессор Блэк так и не досужился расколдовать ключи. И раз в несколько лет они появляются в замке. Попробуй поймать такой ключ. Да зачем мне это? Каждый ключ приведет тебя к запертому шкафу, где-то в замке. Если тебе удастся ставить ключ в замок, это дело непростое. Но ты можешь ждать награда. Зачем это делать? Ладно, зачем директриса это сделал? Что она вообще себе думала? Говорят, таким образом она хотела спрятать что-то от пивза. Но не знаю, правда ли это. Он же полтергейст. Мне кажется, они могут попасть куда захотят. Может, ты сама займешься ключами? Эх, я пыталась, но не смогла продвинуться дальше первых шкафов. Может, тебе больше повезет. Мне ужасно интересно, что хранится в этих шкафах. Это как каплю и камни, только они еще будут двигаться теперь, да? Пожалуйста, стоит попробовать. Конечно, стоит. Кстати, я слышал один из ключей в астрономической башне. Они издают узнаваемый шум. Да, они пищат, по-моему. По-моему, они пищат. Хитроумные ключи. Надеюсь, тебе удастся просидеть хотя бы за парочкой ключей, открыть шкаф и узнать, что там внутри. Сгорает любопытство. А я-то как сгораю. А где это? Насколько это далеко находится? Нифига себе, это далеко находится. А где у меня был побочный еще один квест? Он уже исчез. Или я могу взять только один побочный квест? А, я, наверное, могу взять один побочный квест, да? Скорее всего. Ну да. И теперь дуй сюда. Вот тут я был. Можем сюда переместиться. Это будет намного быстрее, чем бежать своим ходом. Но загрузки здесь уху-ху. Их пока еще не пофиксили. И вот эту вот штуку активировать. И тогда... Ну давай попробуем переместиться. Сколько бы это времени не заняло. Проще добежать, наверное. Потом активируем огонек, который вверху. Ну и посмотрим, как эти ключи ловить. Если мы с вами поймаем ключ, то может быть и на этого летающего с крылышками с ничь тоже, может, поймаем когда-нибудь. Ну, скорее всего, акция. А чем еще его ловить-то? Так. Да нет, вот задание появилось. Подождите, а где это? А, ну, возле... Естественно, возле этих летучих камней. Так, а ну... Не, есть тут квест. Такой он что-то тут виден, там не активен. Ладно, неважно. Нажми сюда. Мне нужно... Вот, есть второй квест. Тайник в замке. Он просто как-то... Вот это давай. Давай сначала сюда, а потом вверх. Куда идти? Назад идти. Ревеллио. Тут ничего нет, кроме вот этого. А это мы с вами открывать уже умеем. Давай попробуем. Так, 3, 0, 5. Это 2. 2. Знак вопроса. Это вот это вот непонятное существо. Угу. И тут у нас единорог. Это единорог у нас 1. 1, 5. 5, 5. Это 7. А 7 это 9. 8. 7. Осьминог. Извините, мужики. Вот так вот. Минус дверь. Ха-ха-ха-ха. Трехместные диваны. Это для чего? Для моей комнаты. Славный плащ. Замечательно. Сколько у меня там предметов? Сейчас начнется проблемы. А мне потом что, в Хоксмин бежать продавать? Это мне не очень нравится. Так, я нашел вот это. 22 нападения. Пипец. Смотрите. Это больше, чем вот это вот. Вдвое. Да ладно, вдвое. Нападение просто. А здесь у тебя же идет 19. У тебя на 3 просто будет плюс. Блин, опять вид поменялся. Это после того, что я найду, надо менять потом заходить вид. Да? Это не очень удобно. Ну, что поделаешь. Придется. Поменял. Так, есть такое дело. И что-то еще у нас было. Шарфик, по-моему, нашли. Так, есть. И поменять вид. Во. Ветер вообще модный. Да, 13 уровня. Что-то еще у меня было 13 уровня. Какие-то перчатки, по-моему. Хотя, короче, все можно продавать теперь, судя по всему. Ну, еще есть... Не, хотя есть ящик еще в гостиной. Вот когда ящик активируется, тогда будет, возможно, интерес. Шляпа у меня еще должна была появиться. Вот она у меня. Тоже на 13 уровень. Я так понимаю, предмет в сундуках подбирается на текущий уровень персонажа. Ну, или приблизительно. Во. Потому что тогда бы... Не знаю. Мы бы нашли на пятый уровень, например. Потому что возле этой двери мы пробегали несколько раз. А вот теперь добрались до нее, наконец-то. Так, ладно, окей. Здесь где-то у меня находится пламя. Сейчас его активирую. Пламя. Так, это у меня... Это-это... Люмис. Не Люмис. Ну, вы поняли. Есть. Лювиос. Люмис это свет. И я его видел. Тоже где-то вверху. Да что ж такое? Куда ни плюнь... Куда ни плюнь, везде что-то здесь у нас происходит. Вон, вверху пламя. Вижу. Вижу, вижу, вижу. Привет. Гобелин с изображением Варнавы Вздрюченова. На этом Гобелине изображена глупая попытка Варнавы Вздрюченова обучить троллей балету. Можно ли представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом? Даже не представляю. Ревелион. И тут ничего, все. О, безголовый Ник. Ха, подозрительный парень. А че он не поприветствовал меня, интересно? Гарри Поттера приветствовал. А тут никак. И тут ничего. Привет. Астрономическая башня. Все, обнаружили. Тут тоже дверь, да? А где это? Вы Мессонай, да? По-моему. По-моему, да. Еще какую-то бумажку нашел. Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признали, что неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работ астронома-итальянца, заметь, все они маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально. Можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я опубликовалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынужден так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящее приключение. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо с любовью с ухитром. Угу. А вот это, интересно, что? Это, наверное, да, это мы будем с вами здесь проходить урок и откроем вот эту штуковину. Так, а тут у нас что вы прячете? Блин, еще подъем куда-то, да вы просто шутите. Да вы просто шутите. Посмотрите, сколько тут всего. Тут квест. Я нашел ключ, вот он. Это ровный ключ, интересно, от чего он? А, от того самого шкафа, который стоит там, да? А где мне его искать? Вот, а, вот. А куда он улетел? Ну вот же ж, от этого шкафа он, да? А, и все, что мне нужно сделать? Тут шкаф, но ставить... Как в него ключ? Шлепнуть. Кого? Ключ? Шлепнул. Прости, ключ. Так, а что мне с ним делать? Шлепнуть? А, тут попасть надо, да. Попасть надо, да. Так он очень быстро летает. А чем его направлять-то? Интересно. Ну, я понимаю, надо довести его до дырки, а нет же элементов управления, чтобы он это... Ну, видите, скорость перемещения его. Ну, он должен еще стоять же... Соответствующе, развернуться мордой туда. Ничего не пойму, а... А, и что? Это интересная игра. Ну вот, только наоборот он должен встать и оказаться по центру. Каков шанс, что он... Развернется и окажется по центру? Или ничего не трогаешь, ждать пока он... А, может быть, когда он... Так это вообще, я не знаю, какая реакция нужна быть, чтобы угадать, когда он будет лететь по центру. И то, он же ж у меня будет, как попало, находиться там. Пипец, просто вот попал. Удалось. Какая-то старая монета. Может, Нелли знает, в чем ее смысл. Слушайте, тут вообще попал вообще нереально. Ну ладно. Может, у нас все намного проще. Может, даже не обязательно попадать очень... Сто процентов цель. Ну, это было круто. Подождите, я тут не крутил еще этот глобус. Так, а вверху, минуточку, еще минуточку, минуточку. Все, конечно, хорошо, но я еще здесь не досмотрел. Что это у вас тут за башня? Во, какая-то фигня. Люмус... Тоже какие-то... Наверное, выше чуть-чуть. Вам подсветить? Жрете, да, в темноте здесь? Эх... Вы... Ну, деньги-то лучше. Так, клюмус. Это где-то наверху здесь. Сто процентов недалеко. Вот, здесь должна быть эта штука. Сова какая-то. Сова. Пойдешь ко мне жить? А, вот бабочку нашел. Хорошо, бабочку я нашел. Минутка, сейчас посмотрю, что тут. Что это? Ё-моё, они тут летают на метлах? Я тоже хочу. Что за люди? О, внизу был сундук. Точно с одеждой. А че я пробежал мимо? Не знаю, ладно. Давай бабочку отведем. Я уже жду не дождусь, когда я на метле пролечу куда-нибудь. Вот здесь, по-моему, сундук был. Я вернусь. Так, где-то, 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 где-то я вскрыл. Вот, 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 вот. Давай. Бери. Так, это 21-е, 25-е. У меня такое ощущение, что скоро страница закончится. Есть такое легкое предчувствие у меня, что они реально скоро закончатся. Подождите, а где ж я видел сундук? Он как-то как будто здесь находится. А ну. А, вон он, где-то там находится. Это где-то там, это где-то где. Это где-то где по другой лестнице. Тут две оказывается лестницы, а это куда? Так, это точно какая-то мантия. Ух ты, тайная комната. Круто. Нет, это деньги, но тоже ничего. Деньги мы тоже любим. Это вообще звенит что-то по-бешеному. Не знаю. Это я раскрутил глобус, да? И он полетел сюда. Так, вот, 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 вот. Что-то звенит. Иди сюда. Астрономический телескоп. Это телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной. Звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. 22, 25. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну все, побежали теперь. Покажем эту монету. Что с этим монетом это делать? Мне вот сюда, да? Да, мне вот сюда. Больше не отслеживать. Нет, отслеживаем. Если посмотреть вот так, то я прямо нахожусь возле этого места. Да? Где же нахожусь? Ну, кажется, здесь. Давай сюда. Быстрое перемещение. Ну, оно не очень-то и быстрое, блин. Ну, не знаю. Ну, бегать тоже не вариант. Ну, и так перемещаться тоже не очень. No, бег. Так, смотрим. Ну и где ты? Что-то уже неактивное. Пипец, уже не видно. Блин, система заданий не очень. Так, а ну, давай, как его? Во, сначала задание. Ну, просто исчезло. Задание дополнительное. Хитровные ключи. Отслеживать. Смотрим. Карта. Появилась. Во, давай. Это что здесь? Все ночь стояла, что ли? Пипец. Тебе удалось проследить за одним из хитровных ключей? Да. Ты хоть поесть сходила за сегодня? Привет, Нелли. Мне удалось ставить в замок хитровный ключ. Замечательно. И что же было в шкафу? Какой-то необычный жетон. Похоже на жетон Гриффиндора. Наверное, он нужен, чтобы открыть сундук нашего факультета. Такие сундуки факультета есть не только в нашей гостиной, но и на других факультетах тоже. Так что поищи их. У нас в гостиной он стоит, и все. Надеюсь, ты не остановишься до этого. Такие веселья должны принести немалый приз. Нужно довести дело до конца и найти сундук Гриффиндора. Наконец-то. Это, я так понимаю, мы можем им наконец-то пользоваться. Но это же круто. Это же круто. Я наконец-то выгружу все свои шмотки. Так. А сколько... Подожди. Так у нас, смотрите, день сменился. Я думал, мы пока не продвинемся по сюжету, день меняться не будет. На ночь. А, ну вон оно что. Замок второго уровня. Я просто смотрю. Все равно что-то звенит, пипец. Моя сундук. Ну да, наверное. Ладно, побежали. Лампы сами зажигаются. Прикольно. Как в современном мире. Ладно. Гостиная Гриффиндора. Это у нас что? Это наш класс. Мы тоже проходили обучение. Сюда. Это разговаривающие картины. Все уже спят, а я еще бегаю, блин. Как ненормальный. Оркестры ночи играют. Прикольно. Тут, в принципе, тоже можно было бы активировать быстрое перемещение. Но, не знаю. Уже добегу. Прошел насквозь. Так, это мы еще не умеем вскрывать. Это я не помню, что это за дверь. Туалет. Туалет мы смотрели. Мы уже два туалета с вами проверили. Коктеврана и Гриффиндора. А это мы активировали, по-моему, да? Тут сейчас не тайная комната находится. Она еще стены не умеет двигать. Тут же где-то тайная комната должна быть. Или как она-то называлась. Выручай комнату. Жаба. Войти. Что это было? Люмус? А что я раньше жабу не видел? Это не тайная комната наша? Похоже. Сундук искать. Ботаническая с бронзовыми листьями. Мы нашли эту для палочки нашей еще одну рукоятку. Ё-моё, я чуть не убился. Слышите, прикольно. А это, что это за жаба? А куда это я выпаду сейчас? Обалдеть. Музыка такая задорная. Ну, ладно. Вот она. Сюда заходим и выходим через ту дверь. Отлично. Мне нравится. Мне нравится. А нет, там еще выше. Прикольно. Заглотнула жаба, потом куда-то выплюнули меня. А пароль я не помню, сразу говорю. Спасибо, что не спрашиваете. Так, вот моя гостиная. И вот наш сундук. Все уже спят, что ли? Блин, я наконец-то могу узнать, кто со мной там спит в этой спальне. Сейчас, минутку. Наконец-то я узнаю, кто там у меня это, сопит-то постоянно. Кто у меня грызки-то бросает. Подожди, где моя спальня-то? Ага. Слушайте, а где студенты вообще? Это не моя спальня, но все равно. Но где они спят, если их нигде нет? Почему я чувствую себя одиноким в Гриффиндоре? Почему они все в гостиной тусуются? А? Вот моя спальня. Ну и где они? Может, обед, конечно? Ужин, вернее. Вот меня интересует, точнее, вопрос. Очень интересует, очень. Я никогда не мог бы своих соседей обнаружить. Что бы я ни делал. Ладно, давайте. Активируем. Это сундук моего факультета. Нужно только вставить в нее жетон. Похоже, что открыть сундук... Нужно найти больше жетонов. Пипец. Это все-таки не для вещей, сундук. Я думал, для вещей. Но 15 я буду всю игру искать. Это же не так легко, как кажется. Это один мне попался. Это мне 15 ключей надо найти. 15 ящиков, да, наверное? Хотя, может, жетоны в других местах быть. А нельзя просто попользоваться временно ими? Нет? Нельзя. Нифигаси, еще 15 штук. Так мы будем до старости это все открывать. Так это считается заданием? Да, это считается заданиями. Где ж мне их искать? Отслеживаю задания. А ну, хитроумные ключи. Вы покажете здесь искать вас, нет? А ну-ка. Опять безголовый ник. Нет, теперь дальше сам ищи, друг. Это у тебя постоянный квест на постоянной основе. Что хочешь, то и делай. Ладно, тайник в замке. Поговорите с Артуром Пламли. Да и тогда вот этот квест с вами активируем. Раз я уже здесь. Тут тоже недалеко. Наверное, отсюда и пойдем. Перемещенеца. Бежать это уже не вариант. Это будем с вами перемещаться. Долго и нудно. Никто здесь находится. А, кто-то невидимый, смотрите. Плащ-невидимка? Ждать. Вечно что-то есть. А, вот. 23-25. Великолепно. А это кто? А что ты тут делаешь с кошкой? А? И я туда к вам присоединюсь. Нормально. Как-то этот парень лежит. Кошки вокруг бегают. Парень с люмусом. Кошек 100 штук. Ревелия. Все, здесь уже ничего нет. Тут я все выбрал. Опять призрак. Ты же только что был в другом месте. Ладно, ждем. Это не ключи летают? Жетонами. Не знаю. Да, утро наступило. Эй, привет. Можешь помочь? То есть я день занятий пропустил, да? Бегая по своим заданиям. Привет, Артур Пламли. Привет. Ты звал меня? Звал. Подумал, что ты захочешь присоединиться ко мне ради небольшого приключения. А именно поиск сокроешь по карте. Думаю, передышка в борьбе со свихнувшимися троллями тебе не повредит. Я предлагал и Поппи поучаствовать, но не смог оторвать ее пушишки. У меня две карты. И обе ведут к местам неподалеку от Хогвартса. Хочешь взглянуть на одну из них? Ну, похоже, это интересно. Чудесно. Меня завораживает тайна Хогвартса. Наденное сокровище поможет оставить... Можешь себе оставить. Меня интересует только, куда ведет карта. А с чего начнем? Я пиглой посмотрел твою карту и предполагаю начать где-то здесь, с кабинетом профессора Геккард. Ну ладно, посмотрю. Договорились, встретимся здесь, если найдешь что-нибудь. Блин, начинается. Так, это что вообще? Это двор. Дверь во дворе. Картина Акцио. Потянуть картину. И во рту что-то будет. Мне нравится уже. Ладно. Найдите первый ориентир, изображающий на картине Артура. Блин, сколько тут секретов. Ревеллио, давай. Что здесь звенит? Сундук вверху, наверное. Профессор Фик. Это Ронин. А можно с вами поговорить? Профессор, можно с вами побеседовать? Я всегда готов побеседовать с учениками. Чем могу помочь? Как давно вы преподаете в Хогвартсе? Годы летят быстро. Пожалуй, уже лет семь. Когда занимаешься любимым делом, это самое главное. Не замечаешь все это время. Более всего, по моим наблюдениям для новых знаний, открыты именно энергичные, веселые, уверенные в себе люди. Думаю, не все преподаватели согласятся с вашим подходом. Но у каждого из нас свой стиль преподавания. Некоторые преподаватели считают, что успеха можно добиться лишь упорным трудом. Но они забывают, что для этого нужна мотивация. Если человек не понимает, зачем тратить силы на плюкамни, то он, по доброй воле, выпускает из рук столь мощный инструмент, как игра. Поэтому вы учитесь нас именно так. Именно. Я стремлюсь к тому, чтобы ученикам было интересно на моих уроках. Увы, мне в школьные годы повезло куда меньше. Возможно, потому что вы и стали таким. Если бы я получил более традиционное образование... Довольно было. Сейчас вы в Хогвартсе, и это время должно оставить у вас лишь приятные воспоминания. Обязательно постараюсь, профессор. Благодарю вас за совет. Ни за что. Не забудьте сегодня хоть немного повеселиться. Да я веселюсь каждый день, я на уроки вообще не хожу. Вот день прошел. А я все веселюсь и веселюсь. Ладно. Пошли попробуем отыскать что-либо. По этой картинке. Ну, что-либо я понял. Надо зайти, короче. Через ту дверь, которую нам показали. Почему я все в сортир тянет? Непонятно. Так. Я всегда сказала, что путешествие широкий и широкий. Не до тебя сейчас. Я пытаюсь просто слезть безопасно отсюда вниз. Где тут лестница? А что это, балкон у вас здесь? Ой. Это тоже были. А что это? Синяя. Слушайте, а что это? Синяя. А, это просто синяя. Я думал, это выделенное что-то появилось. Ладно, давай. Будем долго искать. Как-то тут нам надо выйти во двор. Как во двор-то выйти, блин? Такого нет добра. Это ж башня защиты от темных искусств. А это что? Тайник в замке. Найдите первый ориентир. Выделить нельзя. Просто надо сюда идти. Перемещаться я тоже не хочу. Ну вы нафиг эти перемещения. Смотреть на экраны загрузки. Я лучше же пробегусь. Блин, а что нельзя прыгнуть и покончить же самоубийством? А ну. Нельзя, представляете? Ну, не самоубийство. Я бы просто прыгнул вниз и все. На ноги. Ладно, давай искать лестницу. Я тут был спуск. Вот, по этой лестнице, наверное. Так, есть. Еще ниже. Еще ниже, еще ниже, еще ниже. Сюда. Еще ниже. Сюда. Это ты! Это еще раз спасибо. За поиском. Обязательно. Что там такое? Это, по-моему, за плюками, да? Сейчас звенит что-то. А, вот. Первая подсказка. И что? Вот и скелет носорога. Значит, я на верном пути. Пипец. Вот такая система у нас, да? И куда он улетел. А, тут не важно, какой это порядок, да? Не важен, какой порядок этого. Но мне во двор надо, я понял. Не важен порядок и последовательность. Просто найти те места, которые указаны. Вот двор. От задницы дракона мне надо войти в эту дверь. А вот и фонтан. Похоже, я уже близко. Ну, интересно же. А что это тут у вас происходит? А, там у нас что-то стрижется. Я сейчас, я сейчас это... Подождите. Так, задница дракона. Нашел. А теперь идем за задницу дракона. Вот в эту область. Ага. И тут мне какую-то картину найти, что ли? А, вот этот снич летающий. Вниз. Ну, вот он внизу. Это он? Да нет, ты уже не туда пошел. На это... А, вот. Дверь. Я правильно иду? Или это уже другое? Это совсем другое. Мне выше надо идти. А что здесь? Надо тоже что-то есть. Минуточку. Так, урна с прахом. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об украшении драконов». Мне следовал начинать с венгерского хвосторога. Еще одну мне подсказочку найти. И мы в шоколаде. Тут что-то должно открыться. Что-то как-то должно открыться. Куда-то. Где-то через шкаф. Муж шкаф двинуть. Ладно. Там жетон, короче, находится здесь. Мне нужна картина. Кажется, это та самая картина. Не, ну с подсказками тут, в принципе, можно гулять. А ну, щелкни. Возле Льва, что-то. Потуши. А, и вот первая картина, да? А, вот это похоже на портрет карты. Интересно, где же сокровище? Вот потащить надо просто вот так вот. Ё-моё. Две скрыто на этом портрете. Вот оно. Вернитесь к Артору. Я нашел новую форму. У меня последний предмет поместился. Мне что, ехать в этот, что ли, этот? Сдавать, короче, в Хоксмит предмет ездить, продавать. Я че, шутите, что ли? Не, ну я могу, конечно. Тут же штук одежды дают, а складировать ее некуда. Наверное. А, вот. Еще одна эта штука. Сейчас я ее прижмякаю. Зараза. Не успел шлепнуть. Ну, тут очень резкая она, конечно. Извините. А эмоции? Есть, хорошо. Хорошо. Жетон факультета. Так, там два ключа было. Где ж еще один? Там вниз еще можно идти. Ну, там, наверное, с другой стороны он вылез. Вау. Вообще какая-то мега лекция. Тут я точно не был еще. Что у нас здесь? Ай, с глазами, зараза. Я без глаз возьму. Нарядный бирюзовый комплект одежды. Еще в лес. Прикольно. Это я где? А-а-а. О-о-о. Я тут был. Че, если я не поднимался? Так, а это как работает? Вы рассказали, что это лягушачий какой-то оркестр. Смотри. Это двадцать пятая, кстати. Хор лягушек. Здесь восседают скользкие, но вполне символичные, симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в шести разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Двадцать пять из двадцати пяти. Испытание выполнено, соберите все страницы. Единственное, что мне теперь некуда складировать вещи, потому что у меня пипец просто с ними, с теми вещами. Я бы взял сейчас какую-то вещичку, но не могу. Так, что мы взяли? Мы новый костюмчик с вами взяли, по-моему, да? Да, который на тринадцатый уровень. Ну, давай. Все, какая разница, как ты там одет? Все, здесь я менять не буду пока. У меня сейчас сколько предметов? Еще один свободная штука. А как это возможно? А куда они делись-то? Мне что-то не хватало. Так, и палочку еще могу поменять. Сейчас у меня вот это. О, вот это лучше смотрится. Бонус есть какой-то? Рукоятка палочек никакой. Ботаническая с бронзовыми листьями. Вот это хочу пусть. Вот так. Все равно, конечно, я не видно, как она там выглядит, но все же ладно. Так, пока не бери тогда из заданий предмет, если он берется. Может, просто облик мы получаем. Потому что там не поместится тупо. Это в Хоксмит надо лететь обратно. Жесть, сколько тут всяких помещений. А это что за? А это что такое? Может мне надо как-то звуки отыграть какие-то? Да, мне надо звуки отыграть. Смотрите. А для чего? А мне надо... А-а-а-а. Мне надо его повесить. Мне надо их прикрепить. Но у меня, по-моему, заклинания нет поднять предмет. Да? А ну, акцию попробуй. А, есть у меня возможность поднять предмет. Ну, тащи сюда. Тяжело идет, но можно. А что он не затаскивается? Что мы делаем-то? Повесил, нет? Надеюсь, что повесил. Жесть. А то он еще один такой же. Вот это игра. Сколько тут всего интересного. А, он вообще упал вниз. А, он уже наверху остался один. Слышите, повесился. Ну, в смысле, хорошо повесился. Прицепился. Вот еще один. Акцию. И что будет? Что я... Что я сейчас выполняю, народ? Прицепился. Нет, не прицепился. Да. А как мне управлять этим? Тут я как-то дотолкал, но... Тут я акцию как-то держу магнитом. Ну, что, прилепился? Прилепился, нет? Нет. И где он? Пипец, интересно. Не знаю, правда, что это значит. Куда он упал? Вообще, в самый низкий. Да, он, по-моему, рухнул вниз. Хотя, это берет с сомнением. Что-то играет тут? А, вот этот... А, подожди, здесь я был. Так, а куда он делся-то? Блин, ну что-то, что-то значит, жалко. Ну, он куда-то ушел. Может, тогда потом прийти сюда. Прийти сюда позже, может быть. Когда мне объяснят, что делать. Акция, я могу тащить его... ...какое-то время. А, вот он где. Как-то здесь оказался. Как тебе предмет поднять? Мне надо стать под ним. Он тяжелый, не могу его сильно тащить. Вот, я могу взять его... ...и повесить его здесь. Ну, вот он звенит, 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 звенит. А мне надо повесить его. Фиг его знать, как его повесить надо. Вот он. Что ты делаешь, дурачок? Иди туда, куда я тебе сказал. Вон туда, на ту сторону. Вон туда надо тебе. А он за мной бегает. А то я не могу ходить. Сюда. Блин, упал. Как вверх его поднять, а? Зараза. Тот же приклеился. По размеру стал как надо. А этот? Вот ты сейчас где? А ну. А не могу другие кнопки нажимать. Может сюда? Сундук тоже. А это что за сундук? Светлая шляпа траглологии. Продайте личные снаряжения и сбрасывайте с него. Вы также можете заработать дополнительные. А, еще шляпу нашел. Сейчас как раз очень нужна была. Просто, просто невероятно нужна. Еще жаба какая-то, блин. Пейзажная картина с виварием. Так, сюда пока не ходи. Подожди. Я хочу с этим разобраться. Ну, как-то ж это работает. Мне все равно теперь в этот лететь. Ну, как-то ж это работает. Куда оно сейчас улетело? Хреново знает, куда оно улетело. Как в эту штуку что-то положить? Не знаю. Не знаю. Колокольчики вещи, конечно, веселые. Я вон разбил какую-то штуку. Ну, ладно. Ладно. Ладно, все. Тут его нету. И он самый интересный. А, вот он где валяется. Жесть просто. Смотрите, куда упал. Акцию. Ну, вот я уберу. Я его затаскиваю. Он не тащится. Но звенит. Акцию как бы тащит. Может быть, конечно, попозже я его смогу прокачать. Мне надо стоять, короче, вот здесь. Вот над головой. На лестнице. Смотрите, чтобы его вытащить. Вот над вот этим. Вот здесь мне надо стоять. Вот тут мне надо стоять. Вот он уже здесь. Он за мной ходит. Ну, бросай его здесь. Бросай. Попал, нет? Нет. Обалдеть. А как же он встал туда? Блин, ну комедия. Какие-то колокольчики. Один ставил, один упал вниз. Там какая-то жаба вверху сидит. Вот он куда упал. Вот, зараза ж. Ха-ха. А могу я как-то управлять этой штукой? Ну, он же не управляется. Ну, вот я вот. Я пытаюсь усилить, но не выходят. А, ну, подожди. А на Левиос попробуй. А на Левиоса. Пипец. Слышите? Так я не могу Левиоса его двигать. Левиоса. Я его могу поднять, но не могу двигать. А акции могу его тащить. А, два заклинания комбинируем. И получается, что мы можем его тащить. Ну-ну, ну-ну-ну-ну. Давай-давай. Плохо идет, но идет. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Ты здесь? Нет, колокольчик. Ты пошла нога. Иди сюда. Акция тащит, но... Но Левиоса делает его воздушным. Ну что, у меня такое ощущение, народ, что мне не хватает тупо какого-то усиления. Я могу взять, смотрите, Левиоса поднять его. Но Левиоса я не могу управлять заклинания, куда мне его надо направить. А вот этим я только могу подтянуть его. Все, больше ничего не могу сделать. Первый колокол у меня получилось поставить. Надо, наверное... Я думаю, что вы тут делаете. Это была чисто случайность. А вот здесь я уже, видите, ночь уже наступила. Я бегаю. А он никак. Он никак на свое место не становится. Песы такие. Можно случайно, конечно, подобрать так, чтобы он примерно оказался в этом районе. Но, во-первых, он... А, застревает? Где он застревает тут? Эй, ты где? Ладно, где-то есть. Я думаю, сейчас поднимется. Просто пока у меня акцию активна, он... Он прикреплен ко мне. Он не отпадет. Ну, может, конечно, где-то зависнуть. Вот где он сейчас. У меня уже крепость трясется. Не знаю, где он сейчас. Мне надо туда его дотащить. Упал он сейчас. Туда упал, где, собственно, и был. Я уже разными путями пытался его затащить, но... Вот видите. Левиоса и вот это. Ну, такое ощущение, что у меня... Но, Левиоса, мы, по идее, должны управлять предметы. Не только поднимать их в воздух. А еще должны ими как-то это... Командовать. Ну, что-то мне заклинание тут не так как-то работает. Другого варианта просто нет. Левиоса, да, и ты в нужное место просто направляешь и все. Но оно пока что меня туда не заводит. Вот как не пытаясь. Вот я опять здесь стою. Где он теперь? Он в колокольчик у меня уперся. Ты здесь? Ты здесь, я спрашиваю? Он здесь. А бревно у нас где идет? А бревно у нас вот здесь сидит. Ты должен быть чуть-чуть вот здесь. Вот здесь ты должен быть чуть-чуть. Вот сюда. Вот сюда. Вот здесь, давай. Бросай. Бросил. Попал, нет? Попал, друзья. Попал. 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 Затащил. Затащил. А пупить. Рассчитал все-таки. Двое суток сидел, чертежи рисовал, писал. И? Ничего не дали? Достижения, наверное, дали. Ну, это, конечно, было дело чести. Да, оно у меня получилось. Так, подожди, а что, ничего реально не дали? Сундук никакой не открылся? Ничего не дали? Да вообще? Вообще ничего не дали. Ой, ладно. Реально достиженец просто. Прикольно. Ну, колокола сыграли. Она какая-то просто развлекуха. А может быть, квест в будущем какой-то будет. Но удалось затащить. Удалось. То есть, хоть у меня Левиоса что-то работает не так, как надо было. Два колокольчика повесил. Сутки ушли. Реально сменилось. Утро было. А уже у нас глубокая ночь. Я должен быть в спальне, но... Но это, возможно, и не обязательно. Так, вот эту жабу еще вот здесь нашел. Давайте посмотрим, что за жаба. Куда она меня вплюнет? Она на меня вплюнула. Соседнюю башню она меня вплюнула. Я чуть... А, я был здесь, а я теперь вот здесь стал. Спираль, светло-темно-коричневая. Единственное, одежонка, которая не влезет, да? Влезла. Подвешенные головы домовых эльфов. Это коллекции просто. Понятно? Что мы нашли? Вот так вот. Ох, я горжусь своим этим подопечным. Сделали невозможное. Мне кажется, мы наши заклинания должны будем еще это. Как-то прокачивать со временем. Каким-то образом. Потому что левиоса обычно работает по-другому. Ты поднимаешь предметы, ты можешь в любой его засунуть. В любой области его бросить. А здесь я только могу его приподнять, и все. Вот, видите, эти вернулись на место. Но получилось. Хоть бы сундук какой-то открыли. А ребят тут танцуют. Смотрите, как им тут весело. Хорошо вам тут, я вижу. Ух, ладно, все, нафиг. Пошли к этому, к студенту. К которому мы... Как тут выйти-то, боже мой? После этих колокольчиков я сам как колокольчик нафиг. Бегаю, звоню. Ужас. Так, куда идти? Вниз это закрыто. Тут некоторые двери, кстати, мне кажется, откроют нам быстрые проходы. Из одной области в другую. Рано или поздно. Вот это что здесь... А что тут? А, какой-то лев, которого мы не нашли. Наверное, внизу. Может быть, этот лев. А вот еще ключ... А, ну ключ мы тоже не нашли. Хотелось бы еще один жетон достать так просто. Так просто, для коллекции. О, вот он ключ. Сейчас. Это уже слезеринца здесь, змея лежит. Вот, нашли мы ключ. Это еще один жетон, да, получается. Да, нам надо открыть. Сколько? Один, два открыли. Шестнадцать шкафов. Это один из них. Вот, пожалуйста. Ну, я уже профессионал. Просто надо замолчать. И все получится. Есть такое дело. Жетон факультета получен. Потом это все вложим, посмотрим. Так, ну вниз я не пойду. Не, давайте я активирую одну штуку. Давайте я активирую. Что тут у меня звенит-то? Что-то ж вот звенит. А, вверху двери звенят. Вот это я сейчас с этого посмотрю. И тут быстрое перемещение где-то должно быть, мне кажется, да? Давай вот это активируем. Статуя спящего дракона. Девиз Хорвард согласит. Драко Дорменс Нун Квам Титиландус. Что означает, никогда не щекочи спящего дракона. К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камня, и поэтому никогда не проснется. Ее можно спокойно пощекотать без каких-либо посвеледствий. Соберите страницу 1.50. Собираем последнее, кстати, достижение с вами. А вот еще ключ. Жесть. Вези одни ключи. Куда ж ты полетишь? А вон та дверь. Ну, я его уже нашел, но... Сюда я не войду, та джаба. Вот он, вот он ключ. Мне бы ящик не помешал бы. Моей гостиной? Да, все, это дело... Это дело бжик называется. Где тут быстрое перемещение у вас, Алешеньки? Вы где? А ну, карту открой. Где у них, в этих слезеринцев, здесь перемещение? Я к вам... Мне вообще-то тут вам... Я так нахожусь под подвале, реально. Класс защиты, подожди. А вот здесь, наверное. Да, вот здесь. Так, вот оно. Внутренний двор колокольни. Я вот. А чтобы дойти до него, мне что надо? Ладно, давай быстро просто переместимся сюда. Вот отсюда. Это будет, наверное, быстрее. Я тут хотел найти перемещение, но он и так есть. Двор танцфигурации. В общем, найдем, короче. Ох, повозился, конечно, с колокольчиками. И ради чего? Ради достиженца, наверное. Потому что, как бы, ничего не открылось. Или потом нам надо будет запустить много таких колокольчиков. Но вообще, ощущается, что нужна прокачка заклинаний. Особенно Левиоса. Но ничего. Все-таки мы достигаем поставленных целей. И делаем все возможное, чтобы получить результат. Это уже хорошо. Так, давайте сдадим квест по этому делу. Мы нашли с вами первую разгадку, вернее, получили. По картинкам. Картинки, как мы поняли, не обязательно. Последовательность должна была быть соблюдена. Она у нас просто... Любую картинку находишь. Зачем нам по порядку их находить? Нашел одну. А потом дальше тебя уже ведут. Но ведут нас, я так понимаю, только один раз вели. Дальше, я думаю, будем искать уже вслепую. Следующие картинки и все такое. Так, вот здесь вот этот вот парень, который стоит. Этот парень, который стоит. Этот парень просто памятник. Нет, это не то. А вот здесь нам нужен вот этот парень. Так, а тут что? Деньги-то хорошо. А ты что, не спишь-то, блин? Привет. Привет, Артур. Подумал, тебе будет интересно узнать, что карт привела меня к двери, скрытой на портрете. О, как ловко. А моя к лодочному сараю. Едва успел откопать сокровища, как заметил приближающегося директора. Он прогнал меня, но я охитрился прихватить парочку галеонов. А ты что нашел? Я нашел, как мне кажется, форму, принадлежащую какому-то историку. А, повезло тебе, да. Значит, наши поиски увенчались успехом. Я правильно сделал, что предложил тебе присоединиться. Что ж, впереди к разгадке следующей тайны Хогвартса. Не найдется ли что-нибудь интересного, если покопаться в кабинете Уизли? Ты мне задание дал или так просто? Так просто. Ну ладно. Меня единственное напрягает, что у меня переполненный инвентарь. Вот это меня чуть-чуть, конечно, напрягает, малех. Все, побочку мы сделали, везде сделали. Ну смотри, тут нету. Но то, что было доступно, мы сделали. Мы открыли с вами систему этих, как его... Вот сюда надо еще к теплице выйти. Систему новых загадок, а также ключи. КВС постоянный. Он никуда не денется, нам постоянно с этим квестом придется возиться. Эти шкафы открывать, пока мы их не найдем. Так, я нашел много чего нового. Здесь шляпу новую. Шляпа очень модная. Неплохо. Защита лучше. Надевай. Настоящая ведьмочка. Да. Лучше убрать. Это, конечно, здорово, но лучше убрать. Тут еще перепутают с ведьмочкой. Еще руку и сердце кто-то предложит. Так, тут все. Тут все. А, подожди, вот еще. У нас новая палочка появилась. О, тоже ничего, пусть будет. Нужели, что бонусов никаких нет? Усиления там какого-нибудь? Ну, или еще чего-нибудь. Так, есть такое дело. Смотрим, что тут у нас в коллекции. В коллекции одежды опять же появились всякие шляпы там. Прочая фигня. Угу. И здесь у нас 51 пошло следующее. У меня есть еще возможность взять один предмет одежды, но куда его положить? Никуда ты его не положишь. Что здесь? Что я не добрал? Вот. Все? Добрал? Добрал. Так, заходи сюда. Тут у нас торговец. Там у нас была. Это вот у нас картина. Я нашел новую пейзажную картину в Виваре. Вот эту фигню. Нашел подвешенные головы домовых эльфов. Головы обезглавленных домовых эльфов, которые можно повесить в ручей комнате. Это украшение в ручей комнате я собираю. Вот это вот. Когда мы ее откроем. Не знаю, когда мы ее откроем. Ну, по сюжету, думаю, откроется. Мы там сможем с вами поставить много чего интересного в этой вручей комнате. Ну, и палочки тоже у нас добавились. Тоже с помощью исследований найдены. Good. Инвентарь у нас вот. Это мы нашли три жетона, которые надо добавить. Это квестовые предметы. И одну записку, которую нашли тоже в одном из классов. Ну, и здесь страница руководства пока активировать не будут, потому что не поместится. Тогда как это все работать будет? Неужели Хоксмит летать постоянно? Между уроками, да, и... Еще одна кошка. И продавать вещи. Ладно, профессор фиг, я иду. Надо хоть один квест. Квестовый сегодня. Вопросы решить. В то вообще ж ничего. Колокольчиками с вами бегали, свиньи, звенели. Всю серию. Что здесь постоянно у вас звенит? Я быстрое перемещение не использую, я пешечком добегу. Не сюда? Да. Так, профессор фиг, я пришел. Я пришел и готов выслушать ваше предложение. А его здесь и нету. Ждать, ну понятно, это до завтрашнего дня. Есть что-то интересное у вас здесь? Пока вас нету, есть. И это то, что не вылезает ко мне в гардероб. Как я это обожаю. Ну ладно. Будем ждать? Ну давай ждать. Посмотрим. У меня еще в библиотеке и сундук остался один. Ха, выспался прямо на коврике. А зачем нам входить в гостиную, правильно? Ну дождался. О, профессор фиг. Ну давай, профессор, что надо? Профессор, как же славно вас видеть. А как я рад. Слава Мерлину, вы целы. Я слышал о нападении на даже тролли, да еще и в Хоуксмите. Сэр, тролли были в доспехах. С тем же темным свечением, что и тот драконий ошейник. Это гублинское серебро. С его помощью Ранрок управлял драконом. Но как? И зачем управлял... Он троллем? Это из-за меня. Мне удалось нечаянно подслушать разговор Ранрока с Виктором Руквудом. Так Ранрок был в Хоуксмиде? Да еще и с Руквудом. Тролли должны были всех отвлечь, пока Руквуд разделается со мной. И он бы разделался, не вмешаясь с Иерона и посетителей трех метел. Бескорбные новости. Если за вами охотятся гоблины Ранрока и темные волшебники, значит им нужно содержимое того сейфа. Сэр, возвращаясь к гоблинам в Гринготсе. Раз уж вы упомянули о сейфе, как вы полагаете, может ли Ранрок сотрудничать с гоблинами в Гринготсе? Не думаю. Конечно, гоблины Гринготса не самые дружелюбные существа, но они всегда отличались честностью. Нет, осмелюсь даже утверждать, что после случившейся с тем бедолагой банкиром, гоблины Гринготса никогда не поддержат Ранрока. Ты уверен? Ну ладно, поверим. Ранрок и Руквуф находятся за медальоном. Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем. Да, да, есть такое дело. Я обнаружил надписи. Когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Хитро придумана. Безусловно, это карта Хогвартса, но я не знаю, куда она ведет. Библиотеку, точнее в запретную секцию. Немного дальше я вижу на ней следы магии. Так и знал, что вы что-то увидите. Идем. Суни ваш энтузиазм, я тоже не терпится узнать, что же там может быть, но... После тех событий в Гринготсе, не говоря уже о том, что случилось с Мириум, одно я знаю точно. Наш путь безумно опасен. Поэтому я хотел бы, чтобы сперва вы немного позанимались с профессором Геккад. Но, сэр, что может угрожать мне в библиотеке? Речь наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправляемся туда просто за книгой, нужно быть готовым ко всему. Приходи ко мне, когда... Точнее, мастерство в защитных заклинаниях. Я сообщу профессору Геккад, что вы хотите к ней заглянуть. Задание завершено. Секрет медальона. Ладно, друзья, это уже пойдут занятия отдельные. А что это появилось такое, интересно? Отчитаться о задачах перед профессором Геккад. Это... Блин, ну тут же вещичка лежит. Вот мне сейчас вот очень интересно. Вот сейчас вот. Подождите, я тут нахожусь, да? Ну-ка. Это я нахожусь вот здесь вот. Вот, да? Класс заклинаний. Прямо вот тут вот. Так она рядом? Нет, она не рядом наверху. Вот здесь закрытая... А почему? Чтобы продолжить эту историю, вы должны научиться использовать чары воспламенения. А-а-а. А это что за замок? Ясно. Короче, это понятно. Вопрос. Могу ли я сейчас поехать и продать некоторые вещички прямо в Хоксмит? Вот прямо сейчас. Вот в данную минуту. Это на что? Нижний Хоксмит? Чего? Хоксфилд? Это что-то другое. А это что? Араншир. Ой-ё, народ. Смотри, сколько у нас тут это... Народ. Долина Хогвартса. Это карта мира наша. Я думаю, у нас всего три города будет. Ха-ха-ха-ха-ха. А вверху, смотрите, что творится. Смотрите, вверху. Если вы видите... Я думаю, что мне мешает? А мне пояснение мешает. Если вы видите этот значок на какой-либо локации, наведите на него курсор, чтобы показать все скрытые значки, которые могут находиться в этом месте. Болото. Болото. Апупеет. Посмотрите, сколько этих знаков перемещения. Запретный лес. Ну, долина мы были. Северный Хогвартс. Южный Хогвартс. Долина Хогвартса. Регион Филкрофта. Прибрежная пещера. Южное Болотово море. Побережье Пойстер. Озеро Марунвин. Мыс Минор. Крэгфорд Шир. Побережье Клакмар. Интересно, мы к Новому году закончим зачистку этой территории. Ладно, давай сюда. Хоксмит, Хоксмит. Нажимаю. Нажимаю. Теперь я могу сюда попасть. Огни доступны, смотрите. Прихожу. Мне нужен магазин. Вот самый ближний это здесь. Могу я переместиться сюда? Да, вообще без проблем. Иди продавай свои вещи. Нифига себе. Увидели эту карту мира? Я-то думал мы с вами... Ну вот Хогвартс. Вот эта вся-вся окружность его там. Поля всякие там. Эти еще там что-то. Стоило всякие там лужайки. Запретный лес. Ну и Хоксмит. Ну и еще может что-то. Высокогорье какое-то или еще что. Нет. Только три локации из десяти или двенадцати. Сколько там? Их в четыре или пять раз больше, чем я ожидал. Ну круто, конечно. Что значит, что я пришел? Ну здравствуй, Хоксмит. Отчитайтесь, подождите. Я еще не готов. Мне надо забежать вот сюда, по-моему. Здравствуйте. Вот сюда, да. Буду тогда толкать вещи здесь. Ну что делать? Привет, давай, мне надо продать и назад лететь. Хотя, какая разница. Вот, смотрите, что мы имеем. Мы с вами имеем шарфики. В принципе, можно смело продавать и ни о чем не волноваться. Вот этот ноль стоит. Продать предмет. За ноль? Традиционная школьная мантия. Продал за ноль. Лучше бы выбросил. Ну ладно. Пусть будет. У него лучше. Может где-то оно отложится. И сохранится его облик. Так, это можно обновлять. Вот это можно смело продавать. Хотя я не знаю, в чем я хожу. Этот ты не обновишь уже. Вот этот можно продавать. Хорошо подобранный. Так это ж вид. Не, ну вид сохраняется. Поэтому вообще не вопрос. Вот этот у меня 7. Вот этот 16. Да, продавай. Вид-то есть. Он никуда не девается. Давай, все равно там мы никуда его не вместим. И этот давай, продавай. Да, его нет, но если что... А что ты продал? А, нормально. У тебя ж есть на тебе этот шарфик какой-то. Надеюсь. Ты же продал не то, что на тебе сейчас надето. Надеюсь, нет. Так, легендарный не продавай. Тут какие-то обновления есть. Ну вот этот можно продать, я думаю. Не помещается ж никуда. Но это ж невыносимо просто. Вот у меня две шляпки с шестеренками просто. Так, а это что? Мистическая, легендарная. Легендарный не надо, наверное. Длинное пальто с гербом. Необычное. Вот это можно продать. Это 0 стоит. Это чуть лучше. Это роскошный плащ. Давай этот продадим. За 0. Просто место освободим. Так, все. Ждем сундук. Может быть, сундук откроется. Сейчас посмотрю, сколько я сделал продаж. Спасибо большое. Две отличные сделки провернул за 0. Смотрим. У меня получается... Сколько предметов свободных? 6. Сейчас открываю вот эту штуку. Откроет мне штуку с достижениями. А это что? А, задача профессора Геккат. Это надо туда явиться будет. И хитроумные ключики. Это тоже хорошо. Испытание. Вот что я хотел добить. Страница руководства. Вот это берем. Вот это мне уже доступно. Внешний вид снаряжения. А, внешний вид снаряжения. Мне дается только внешний вид. Не само пальто, а то, как я могу выглядеть. Ни много, ни мало. Понятно? Понятно. Ну, а здесь собираем. Это последний внешний вид снаряжения, который будет доступен через 49 руководств. Руководств, наверное, всех, которые есть вообще, наверное, в игре. А Хоксмитт, вот, почти закончили. Еще 7 штук где-то в закрытых домах, возможно, и тоже закончим. Тут лучше ситуация. Ясно? Понятно. Так, вот здесь у меня появился новый внешний вид. Вот он. Я могу вот так выглядеть. За сбор руководств. И у меня еще вот здесь задание. Что за задание? А, секреты и секции пока закрыты. Ладно, давайте вот так сделаем. Давайте вот так сделаем. В библиотеку мы в любом случае попадем. У меня места есть, если что. В Хоксмитт в любой момент можно прийти продать эти предметы несчастные. Карта Хогвартса. Мы были с вами вот тут очки. Были с вами в классе заклинаний. Все, полетели обратно. Тут, конечно, еще больше времени занимает быстрое перемещение. Я бы не назвал его быстрым. Но, я думаю, со временем ускорится. И заберем то, что там в сундучке лежало. И в библиотеке еще одна штука. И по-каке Саргикат задача. Задача обучить меня, наверное, какому-то модному этому удару огненному, скорее всего. Аллахомора ведь не дают мне пока. Ну, в смысле, отмычку. Даже первого уровня не могу открыть. Не, ну, если судить, смотрите, по Аллахоморе. Мы с вами видим замки первого, второго и третьего уровня, да? И глазастые какие-то сундуки еще. Значит, и Левиоса должно быть первого, второго и третьего уровня. И Акцио тоже должно быть первого, второго, третьего уровня. Согласны? Вот и я о том же. Значит, тот колокольчик, наверное, Левиоса, продвинутый уровень, должен был мне помочь его вытащить. Так, это я где? А как мне теперь найти этого? Я ж теперь фиг найду тот кабинет. Я не помню, где тот кабинет. Я реально не помню, где он. Здесь, что ли? Да нет. Блин, ну хоть убейте. Как мне попасть к этому, где я был? Глаза, где он был? Я не помню, где он был. Короче, куча всякого этого, не пойду. Я сюда переместился, чтобы это... Ну, вы поняли. Забрать эту рубашку в кабинете у фига. Фиг, мистер Фиг, а как ваш называется вообще кабинет? Карту ближе не подвинешь, а ну. Астрономическая башня. Нет, не то. Класс заклинаний. Ронена. О, вот. Сюда. Я не туда телепортнулся. А это чуть-чуть дальше. Сейчас я заберу вещичку. Порядок должен быть в игре. Порядок, порядок. Мистер Фиг. Я иду. Извините. Это что летает? Это бумажные эти. Оригами. Так, тут сундук. А что мне мешает взять сундук? Что здесь звенит? И тут зелья варят. Вот демоны. Или это тоже место? Нет, не то же место. Место было другое. Так, профессор Фиг. Блин, это тоже туалет. Ну и где он был? Здесь. Да. Да, нашел. Нашел, нашел, нашел. Начинаю ориентироваться по чуть-чуть. Сюда. Вот она, мой сундучок. Для них это задание может потребоваться определенный уровень или особый инструмент. Проверьте журнал заклинаний. Задание и вашу текущую задачу, чтобы уточнить, что требуется ли активация каждого конкретного задания. Я понял. Мне нужна вот эта вот сейчас. Я беру повседневная школьная форма из шотландки. Вот этого мне не хватало. Это хорошо. Теперь мне надо переместиться. Не, я хотел посмотреть. Минутку. Хотел посмотреть на свою одежонку. Во, вот это у меня добавилось. 13 уровень, моднявая. Но я не вижу из-за плащика своего, поэтому можно надевать все, что хочешь. Наверное, модная. 13 уровень, 13. Буду подбирать по максимуму. Так, и карта мне нужна. Карта, 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 карта. Здесь карты нет. А, есть вверху. Но я быстрой клавишей нажимаю, поэтому. Так, есть. И мне теперь надо вот сюда. Вот сюда. Ой, ё-моёш, как далеко-то. Что-то, далеко забежал реально. Всё. А потом вернусь сюда, когда пройду испытания профессора Гикат, да? Наверное, да. А, вот ещё. Ракушка металлическая. А это что лежит? Блин, я тут половину не обыскал. Профессор Фиг, невзирая на мой экране плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачистить его сразу на пятый курс. Это про меня. Профессор Уизли настаивает, что ребёнку требуется сопровождение наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращаться к профессору Уизли, профессор Финеос, Найджелес Блэк, директор. Ну вот, есть информация. Что ещё я тут не увидел? У него уже ничего не звенит. Ладно, потом ещё зайдём. Вот этот синишар меня. Заставил привлечь своё внимание. Тут тоже сундук где-то есть. Наверное, ниже. Скорее всего, ниже. Так, 35 метров до. Да, лучше, наверное, бегать. Вот смотрите, как я хорошо бегаю. У меня очень хорошо это получается. И я уже практически на месте. А быстрое перемещение очень-очень медленно грузится. Пока что. Всё, я тут. Правда, ниже надо. Не, близко это если бы через стену прошёл. А пока вот так. Во. Профессор Геккат, я здесь. Здравствуйте. Что ж, думаю, нам есть что обсудить. Несомненно. Профессор, вы собирались научить меня новому заклинанию? Хорошо. Профессор Фитк намекнул, что с изучением защитных заклинаний вам лучше поспешить. Поэтому я обучу вас поджигающему заклятию. Инсендио. С его помощью можно зажечь факел, избавиться от паутины. Или защититься от тех, кто захочет причинить вам вред. Весьма практич, спасибо. Весьма. Но прежде чем мы начнём, я прошу вас выполнить несколько заданий. Начинается. Некоторые из них вас удивят. Ученики слишком часто полагают, будто их преподаватели ничего не знают. Когда закончите, подойдите ко мне, и мы начнём разлучивать инсендио. Это дача профессора Гикат. Когда закончите, вы знаете, где меня найти. Победите в двух раундах скрещенных палочек. Завершите раунд тренировки комбинации заклинаний с Люканом Шумсби. Я уже один раз победил. Это типа побочные у меня задания, да, открылись. Ладно. Победите мне сюда. Зачем ты это сделал, скажи мне? Нажимаешь кнопку просто, знаете, посмотреть поближе, а она сбрасывается. Заходишь теперь обратно в задание. Выбираешь задание. А, оно ещё и разное всё. Ладно, давай сюда. В любом случае, оно, наверное, в одном месте находится. А что мне тут дали модную? А, палочку. Палочку дали модную. Нет, мне предыдущая нравится больше. Верните вот это. Хорошо. Есть. И задание, побежали. То есть мы с вами атакующие, наконец-то, чары изучим. Похоже, секретный клуб палочки. Не такой уж и секретный. Давай. Люкан Шумсби. Иду к тебе второй раз, между прочим. Вторая схватка, я не думаю, что будет. Лёгкая. Что здесь звенит? Вот скажите, вот здесь вот. Что здесь? Что здесь может звенеть? О, люди летают. На мётлах. Медлу мне дайте. Уже ничего не звенит. Ну, там ближе, наверное, звенел. И грифона хочу уже. Так, я тут. Вот, кстати, шкафы. Те самые шкафы, которые, блин, постоянно были недоступны. И вот теперь, наконец-то, недоступны. Только надо найти этого. Ключик этот долбанный. Я помню это место в старой игре. Вот этот вот подъём. Мощёный двор. Там Акведук, или как он там назывался. Вон, книга летает какая-то. Видишь, что, зараза, этот вот ключик этот, а? А, вот ключик. Нашёл ключик. Сейчас, минутка. Вот это. Левиоса шлёпнул. Так, ключик нашли. Где он был-то хоть? Шкаф этот, где был? А, вон. Нашли шкаф, давай. Правда, не туда малость пошёл, ну ладно. Да, это легко. Главное не сломать клавиатуру, а так всё легко. Это четвёртый у меня уже. Ладно, пошли далее. Всё, этот двор потом осмотрим. Там много, я уверен, чего интересного. А, это что такое? А, это ключ. Фух. Спасибо, что хоть некоторые двери закрыты. Поэтому алхомора, наверное, мне вот прямо сейчас и не нужен. Говорящее зеркало всё со мной болтает и болтает. Так, проверим туалеты. На наличие запрещёнки. Вот тортик опять. Ага. Всё, жрут и жрут в туалетах. Главное, чтобы во время того, как ты ешь тортик, рядом никто ничего другого не делал бы. Вот тогда тортик уже не очень пойдёт, я думаю. Хотя это их не останавливает, как я вижу. Так, тут мы пробегали, да. Несколько раз. Вот сюда. Вот сюда. А, вот ещё забрать надо. Я тут пробегал, но тогда я не знал, что это можно забирать. И теперь знаю. Забрал. 4 из 50. Уже неплохо. Ну, привет, тайный клуб. Туда ещё не ходил. Ладно, давай, давай. Давай, не будем отвлекаться. Ты реально сейчас ни одного сюжетного квеста за серию не сделаешь сегодня. Так, привет, Люкан. Можно воспользоваться тренировочным манекеном? Привет, Люкан. Как к следующей дуэли в свящённых палочках? Уже всё готово? Люкан. А его как Ликан. Как поборочек. Я подобрал тебя отличного соперника. Ну что, хочешь показать себя? Давай. Я готов. Приступим. Ой, боже мой. Прекрасно. Дуэль будет с партнёром? На Цайонай. Я буду с ней. Да, Насси. Тогда вперёд. Мы с ней сдружились, как никто другой. Я разовью тебя в пух и прах. Ой, зря ты это говоришь. Вас трое? Сранее прошу прощения. А похож на Себастин. Их трое? А нас двое? Пробивать фиолетовые щиты, используя мощные заклинания. Такие, как манящие чары Акцио. Привязка цели. Позволяет вам свежать врагов без прицеля. Нажимаете лево. Так это уже было. Или не было. Ну, Акцию ещё попасть надо. В эту Акцию. Ладно, давай. А чё, их трое? Давай одну заклинаем. Давай вторую заклинаем. Я их всех снял. Нам надо... Короче... Ну, нам надо... Чем-то... Кого-то одного убить. Она, и мочи её, короче. Вот зараза. Сейчас уже 14 уровень. Все, так и мощная зараза. Всё, бахнули. Нет, не бахнули. Второй. Нет, четвёртый. Да я жму. Четвёртый. Есть, всё, одна ушла. Годится. Кто там у нас? Выбираю. Не могу, блин. Есть. Как мне тебя спасти? Так, Z-кнопка. Вот так вот. Она, это жива? Она ещё жива. Победили. Линия почти сдохла моя уже. Я просто нашёл там эту бочку и бочку и бросил в девочку. Пришлось выложиться полностью. Это уж точно. Другие дуэлианты уже и так обратили на тебя внимание, но после последнего раунда они точно будут точить зуб на тебя. Рекомендуйте тренироваться без устали, если хочешь иметь шанс на победу или хотя бы на выживание в следующем раунде. Я сообщу тебе, когда всё будет готово. Надеюсь, увидимся. Надеюсь, да. Следующий раунд для самых рисковых. Или рисковых. Здрасте. Значит, я выбираю Вайстон Нира и всё из-за тебя. Можно было чуть-чуть полегче со мной. Да не плачьте вы. Пожалуй, мне стоит сосредоточиться на зелеварении. Да, давай. Смени профессию. Так, завершите раунд тренировки комбинации заклинаний с Люканом. Привет, Люкан. Можно воспользоваться тренировочным манекеном? Конечно. Я подготовлю и дам тебе перечень комбинаций для тренировки. Ну что, попробуешь? Да, давай. С удовольствием. Постарайся применить все заклинания, прежде чем манекен упадёт на землю. Если захочешь прервать тренировку, скажи мне. Так, а это вот это уже важно. Используй акцию, затем четыре основных заклинания подряд. Да? Левиос. А какие четыре подряд заклинания? А, акцию. А, то какое. А. А, просто стрельба. Так это я знаю, как делать. Неплохо. Чего ещё? А, Левиоса. Это мы всегда делаем это. Это мы постоянно делаем. Отлично. Левиоса. Понял. Тут надо смотреть. Левиоса. Ну да, так можно держать в воздухе его долго. Вот так. Я то же самое с колокольчиком сегодня делал. Думаю, хватит практики. Ты уже неплохо справляешься. Спасибо, Люка. Я считаю, что лучше обнаружить свои слабые стороны тренировки, не на дуэли. Теперь ты будешь грозным соперником. Что-то мне раньше не рассказывал. Я, правда, то же самое с этим. С колокольчиком реально делал. Все задания выполнены. Задача профессора Геккат обновлено. С ней поговорить, да? Вернитесь профессору Геккат. Бегу. Дверь, открывайся. Не грузи меня. Интересно, следующее сражение... А вот это что за фигня? Почему вот эта вот карта продолжает гореть синим? Как будто я что-то с ней не сделал. Может, я тоже что-то с ней должен сделать? Не знаю, какая-то карта. Ладно, потом разберемся. Давай. Я постоянно смотрю на этот сундук. Это закрытая дверь, сами понимаете. Дело-то такое. Неплохо бегаю. Хорошо, что я уже пятый курс. На уроки ходить не надо особо. Занимаешься своим делом, что хоть что и делаешь. Можешь вообще в Хоксмит пойти, а не туда. Так, я пришел. Обучите меня огненным заклинаниям. Это важно. Надеюсь, мистер Шумзи вам помог дать еще успеха в ваших начинаниях. Прошу, Сергей Кат, все ваши задания выполнены. Прекрасно. В таком случае, вероятно, вы готовы изучить инцендию? Вероятно. Да, я навещала немало своих коллег в больнице Святого Мунго и знаю, что обуздать огонь непросто. До сего момента ваш таланк заклинания меня приятно удивлял, но сейчас вам прежде всего понадобится сосредоточенность. И хотелось бы, чтобы итогом сегодняшнего урока была загоревшаяся мантия. Начнем. И помните, движения палочкой должны быть очень точными. Да не вопрос. Сосредоточьтесь, держитесь палочку, ровно держите. Вопрос, на какие кнопки эти заклинания будут интересно цепляться? Чё, да? Да я профессионал. Новое заклинание. И куда ж оно появится? Закрета запрещена секция. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь вы можете назначить инцендию на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другим заклинаем. А я вот и думаю, интересно. Кнопок уже просто нет. Если на остальные, то ты не нажмешь жизни. Так, позволяет видеть... А, ну это мои стандартные заклинания. Вот мои четыре. А вот этот комплект когда откроется? А это что? Чтобы использовать заклинание или предмет, вы должны сначала добавить его в свой комплект заклинаний. Попробуйте добавить инцендию прямо сейчас. Найдите курсорную инцендию, держивая левую, и перетащите его на комплект заклинаний. А можно сюда его? Нет. Сюда его? Ну, люмус мне нужен. Это тоже нужно. Ну, репара не очень. Ну, вот место репара поставил. Чтобы использовать заклинание или предмет, вы должны сначала добавить его в комплект. Перетащил, и что? Отлично, можете попрактиковаться в классе. Я расставил для вас несколько мишеней. Задание завершено. Мини-испытания доступны награды, которые вы еще не забрали. Так, я понял. Ну, я стреляю. Пипец, парту сжег. Если что, это не я, профессор. Оно еще не перезарядилось. Оно еще нет. Ну, уйди. Пару, если надо будет. Ну, мы им почти не пользуемся. Только в квестах или заданиях что-то починить. Не так часто тут что-то сломанное появляется. Может, позже, конечно, появится когда-нибудь. Блин, там побочка какая-то висела. И побежал мимо побочечки. Побочка называется Ядовитая отвага. Поговорите с Данканом Хабхаусом. Внешние виды. Смогу ли я ему помочь? Данкан, я мимо тебя, кстати, пробегаю. Могу тебе помочь? Я всепомогатель. Куда бежать-то? Сюда. Сюда. Вот сюда. И вот сюда. Он у нас должен где-то на улице, наверное, стоять. Какие-то яды. Он там, наверное, и стоит, да? Да нет, здесь стоит. Привет, Данкан. Ты хотел поговорить? Хотел. Привет, я Данкан Хабхаус. Приятно познакомиться. Я столько слышал о тебе о битвах с троллями и драконами. Ого, спасибо. Надеюсь, я оправдываю свою репутацию. Судьба и впрямь не обделила меня приключениями. Да. Что ж, рискну предположить, что твоя репутация оправдана. В таком случае, именно ты мне и нужен. Понимаешь, однажды на уроке профессор Геккат учила нас изгонять богарта. И мой, ну, к сожалению, принял вид, ээээ, пушишки. Это твой страх? Порой они пугают. А чего бояться-то? Они же милые. Чего вообще их бояться? Конечно, на вид просто очаровашки, а потом какая-нибудь возьмет и сунет язык тебе куда-нибудь. Но каким бы обоснованным ни был мой страх перед пушишками, люди начинают считать меня трусом. Дошло даже до того, что некоторые стали дразнить меня Данкан-пушишка. Это забавно. Не обижайся, но, по-моему, звучит и прям смешно. Вот Эверет так говорит, но я не обязан соглашаться. Впрочем, я сам умудрился все усложнить, когда-то по глупости ляпнул, что ходил по тайной коридор травологии. А значит, я храбрее, чем все думают. По тайной коридор травологии? Именно. Ходят слухи, что бывший преподаватель травологии, уступивший место профессора Чесноук, выращивал там опасные растения. Сейчас они должны быть так разрослись, что никто не смеет туда и нас сунуть. Я надеюсь, ты сможешь пробраться туда и принести мне доказательства того, что я там побывал. Ну, там лист или стебель какого-нибудь очень опасного растения. А что именно там ждет меня? Какие растения меня там могут ждать? Да, я понятия не имею, но ты же знаешь, какие растения выращивает профессор Чесноук? Если предыдущий преподаватель такой же думал, его растения тоже не самые безобидные. Ну ладно, попробую помочь. Хорошо поищу, если буду в тех местах. Отлично, буду тебе очень благодарен. Приходи, если найдешь доказательства, я буду вечно в долгу перед тобой. Я буду всегда быть в твоей долгой. Ядовитая отвага. Найдите и войдите в потайной коридор травологии. Потайной коридор травологии. Вызву и зайду в потайной коридор травологии. А профессор Фиг пусть подождет. У меня есть более важные дела. Человек его наскорбляет пушистиком. А ты что кричишь? А, ты песни поешь, да? А, что-то летает само по себе. Кстати, вот эта штука. Вот эта штука, это шкаф. И где-то здесь находится ключик. Я не туда иду, наверное, да? А, вот этот ключик. Я так и думал, что где-то здесь. А, он не отсюда. Ха-ха. Он не отсюда. А я, в принципе, могу и сюда. Это от другого шкафа я нашел. Полосатый шарф цветов факультета. Хорошая вещь. Без сомнений. Так, внимание. Нет, вы от меня уже не уйдете. А это что за две? Это замок лохомора нужен. Что еще выйти? Теперь обратно. Ой. Зазили варенье, да? Зазили варенье. О, здравствуйте. Я к вам еще не это. Скоро уже, я чувствую. Ладно, потом. Тут весело. Подари. Ладно, потом, потом. Давай. Вот, я здесь на месте. Тут тоже есть шкаф. Где-то этот ключик летает. Ну, где фиг его знает. Ты начинаешь русалок крутить, а вот ключик, может быть, вверху где-то летает. Может, на этаже где-то завис. Выборно, может быть. А, вот он, блин. Слушайте, я раньше не замечал. Теперь они повсюду, эти ключи. У меня он так интересно летает. Можно следить, где шкаф находится. Это мы, собственно, и сделали. И надеюсь, он там сидеть и будет, даже если я вдруг... Ой. Я заговорился. Я его найду, а к шкафу не прибегу. Надеюсь, он там и останется. Ну что, стук семь нашли. Еще один у нас был, где-то восемь. Половину отыскали. Неплохо же. Ой, травология, это отдельная уже это. Это совсем отдельная история. Давайте, наверное, чуть-чуть попозже. Давайте этот квест выполним чуть-чуть попозже. Не хочу сейчас идти в отдельный отсек. Это вообще все-все-все новое, все абсолютно другое. А чего вот это выделяется? Что это значит? Может зажечь? А ну зажги. Да! Вот это зажигать надо, оказывается. А пупить? Это руководство теперь тоже добывают с помощью этих урн. Это на каждое заклинание мы что-то будем, наверное, отыскивать, да? Блин, ладно, давайте уже выполним. Давай уже. Травология так травология. Короче, у нас не получится коротких серий по этой игре. Слишком много всего здесь интересного. Ну просто слишком. А ты откуда взялась? Что все идите здесь? Я не ел вообще еще ни разу, как приехал. Что звенит? Признавайтесь. Что звенит? Не знаю, что звенит. Так, это тайное... Это... Ага. Вот перемещение сейчас у нас будет. Тут дерево какое-то. Вот. Наверное, какая-то хрень летает, да? Не знаю. А! Чуть не разбился, блин. Ё-моё, это вообще отдельное крыло. Травология. Это теплица там. Быстрое перемещение с теплицами. Что-то лежит. Я еще в ночное время, как обычно, иду на это задание. Здесь проход? Не здесь. Блин, тут сундук с глазом. Не туда побежал. Опа, опять кто-то появился. Как вы так быстро появляетесь? А, тут еще и этажи есть. А я опять упал. Я опять упал. Сюда, да? Да, сюда. Где же тут тайный проход? Ё-моё, сколько тут всего? А куда ты идешь вообще? Я вообще не туда забежал. Я в теплицу забежал. Или у меня что-то тут не получается. А ну-ка, что-то я не понял. Хотя теплица вот, правильно идёт. Это поджигать теперь надо, эту штуку. Ага. Поджигай. Инцидио. Да. Привет. Мне теперь направо. Это вход. И направо. Так я вообще покидаю территорию. Хогвартса в ночное время. На что меня этот парень подписал? Опупеть. Это я от теплица с другой стороны нахожусь. Акция. Сюда. Во. Вот теперь мы на свежем воздухе. Я стал пятнадцатым уровнем уже. Пчёлы какие-то. Так, есть. И попаточники. Это волшебные летающие насекомые, производящие падку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой, гнездят в тёмных и укромных местах. К сожалению, известно, что они заражают улей, оказывая пагубное воздействие на мёд внутри них. Ребеллио. А где что-то тайный проход. Прямо вот здесь должен быть. В кустах, что ли? А меня вообще ведут куда-то в другое место. А, под ним, наверное. Да, самое время сейчас искать какой-то подземный ход. Это я так, просто. Самодеятельность. Ага. Вот это он, наверное. А что-то такое ночное. Это поджечь надо или? Нет. Нет, это либо наполнить, либо, я не знаю, использовать. Такие сухие лозы будут очень просто поджечь. Чего? А, в ночное время нельзя это использовать, наверное, да? Показано. Наверное, не знаю. Инцендио теперь не помогает проходить в места, где я ещё не бывал. И под тайной проход. Ё-моё, с подгрузкой. Нифига себе. Под локацией она называется. Ничего себе, мы залезли с вами. Тут побочки такие, что ого-го. Не, ну некоторые, конечно, так себе. Пойди, возьми, принеси. Ну, а вот. Смотрите, что творится. Заполучите доказательства для Данкана. Должен быть доход по тайной коридору в травологию. А он нам реально нужен? Этот ваш Данкан. И какие последствия будут, если здесь код встречи опасного? Ярские силки. Кажется, они любят темноту. То, значит, свет им едва ли понравится. Инцендио. Ну, Инцендио помогает. Но Люмус, наверное, лучше. Люмус хотя бы постоянно, да, у нас действует. Мне это не напоминает побочный квест. А ты куда полез? Не знаю, просто полез. Я вот тут поджигаю просто. Люблю, когда светло. А ну, подожди. Их силки ушли. Все, я умер. А че меня укусили? Зеленые клетчатые перчатки. Странно. Ну, от суду взял. Да падай уже. Тем более, линия восстанавливается автоматически. А ну, подожди, перчатки вроде бы как хороши. Перчаточки вроде бы как хороши. Да, перчатки хороши. На 16 больше нападения, как ты считаешь? Хороши или нет? Я явно залез на локацию, в которую мне еще рано попадать. Всего три предмета я могу с собой взять. Я даже перчаточки снимать не буду пока. Ну, в смысле, менять внешний вид пусть будет с перчаточками. Место-то опасное. Перчатки хороши. Так, включай, Люмус сейчас сожрут. Что еще творится? Не спеши! Да беги! Люмус! Фу. Короче, спешить нельзя. Попадаешь в эти селки и все. Интересно, смерть в каком-нибудь здесь виде. Итак, медленно еще специально расползается в эти селки, смотрите. Не спеша. Приляй. Так, это разбитый. Стрельни туда. Отлично. Стрельни туда. Не стреляется. Похоже, делается, если у тебя охраняя какой-то сундук. Стрельни сюда. 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 Попадайся, короче. Нет, сюда не добьешь. О, сюда добьешь. Хорошо, что у меня этот, в Хогвартсе. Ё-моё, я плавать даже умею. Пупеть. Фоксмидт, вернее, съездил, выгрузился. Нормально. Вот это еще. Все, хорошо. Так там огонь. Чего вы спускаетесь-то? Давай, наверное, люмус на всякий пожарный. Ну, нафиг. Нормальный тут по обычной квеста. Это что такое? Какое-то дерево. Школьная форма с джемперами с ромбами. Прямо в предвкушении. А ну. Так, у меня еще есть вот это. Но это вряд ли лучше моего. Да, это хуже моего. А еще у вас вот есть. Плюс четыре. Надевай. Там джемпер у нас невидимый. Крепче будешь. Ладно, все остальное потом посмотрим. Сюда мы долезли. Перчаточки нашли, видите. Плавать научились. Хорошо. Научились, хорошо. Пожалуй, кусочка этой огромной ядовитой тентакулы, Данка, но хватит для доказательства смелости. Ты не думаешь, что тут так все легко пройдет, понимаешь? Пипец, это ты просто помогаешь не пойми кому, да? Это деньги, что ли? А, это деньги. А, еще деньги. Минуточку. Теплицы. О! Быстрый выход. Если что. Так, мне его бабахнуть или что мне с ним делать? Сорвите лист гигант... Нет, просто сорвать. Лист гигантской ядовитой тентакулы. Вернитесь Данкану. Все, все, нам здесь просто... Это... Решили показать просто... Как тут живется-то? Под замком. А мы тут нашли еще перчатули и джемпер. Понял. Все, а это просто выход. Тоже считается быстрым, но выход. Ну, крутяк. Пробежали по бочечку. Познакомились с... С... С тем, что находится в этих... В катакомбах под Хогвартсом. Куда лучше не заходить. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. А чем вот это вот отличается от той? Кто же мог и этот листик взять? Странные вы. Обворовал. Обворовал, класс. Теперь тут будет это. Ого, сундук. Я открыл? Он без глаза? Прочные дуэльные перчатки. Круто. Вот это я растений нахватал. А, это что-то вода. А, это что-то... А, это люк. Это куда? Ё-моё. Сейчас теплист попробую выйти. Нифига себе масштаб. Ничего, сундук какой-то. Непревзойдённые перчатки для квиди ещё. Да это всё фигня. Ну что, я опять переполнен. Опять надо ехать. Нельзя было сундук мне дать сразу. Ну какой-нибудь. Хоть самый маленький. Всё. Ничего больше не влезет. Если даже что-то и найду. Это плюс 6, это минус 8. Ну вот. И теперь я, блин, этот терминатор. Он... Этот... Андроид точно. Смотри, какие руки. И мне тогда в Хоксмит ездить... Или всё сразу продавать масу. Наверное, всё сразу масу надо толкать, мне кажется. Ну и здесь я был. Сюда мы зашли. Подожди. Глянь ещё. А, вот. Вот это вот звенит. Сливы цепелина. Эти, похоже на редиско-оранжевого цвета фрукты, парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Ух ты. Это та комната. Фиг поймёшь. Тут запутаться можно. Всё, уже ничего не звенит. Можно уходить. Уходи, пока ничего не звенит. Беги. Глупец. Потому что можно остаться на... На десятилетие. Вот ещё дерево. Дерево в теплице. Это гигантское дерево стоит в центре теплицы Хогвартса. Его система корней столь же глубока и запутана, как и подземелья самой школы. Это точно. Туда лучше не ходить. Ладно, остальное мы с вами посмотрим чуть-чуть попозже. Итак, сами ого-го. Сегодня тоже сделали, хотя я не планировал столько всего делать. Обыскали. Много чего интересного нашли, короче. Ещё выполнили три побочки, по-моему, да? Ну, одна у нас теперь постоянно активная. Так, а это кто? Привет, а чёрт тут сидишь одна? Какая приятная встреча, мой юный друг. Да, в три часа ночи двадцать минут. Нелли. Помни, пожалуйста, что делается с хитроумными ключами. Заметив, я услышу летающий ключ, следуй за ним, и он приведёт тебя к шкафу. Самое сложное, что это ставить ключ в замок. Надеюсь, тебе удастся посреди, за пару-тройкой ключей открыть шкафы и узнать, что там. Ну, короче, к шкафу я уже дошёл. Осталось только найти все эти шкафы ваши, и всё будет хорошо. Вот ещё один торговец. Нелегальной травкой, которую я сейчас нанесу. Привет, Данкан, у меня есть нужное тебе доказательство. Ничего себе, листик. Должно быть гигантская, я добитая стентакула вымахала, это куда больше, чем я рассчитывал. Правильно сделал, что обратился к тебе. Спасибо, что достал его для меня. Пожалуй, я ставлю это себе. Да вот нафиг этот тебе надо, без проблем, держи. Надеюсь, теперь ты сможешь доказать всем, что ты не трус. Сегодня я же покажу это в гостиной, насмешки над Данканом пушишкой прекратятся навсегда. Даже Эверет поймёт, насколько смехотворно это прозвище. Ещё раз спасибо, и хороших тебе дня. У меня теперь всё будет отлично. Ой, не думаю. Спасибо тебе за помощь. Данканом пушишкой наконец покончено. Мань, тебя видали. Завершите задание побочное. Пушишка, пушишка. Это ты так думаешь, что будет покончено. Но я-то имею право называть. Кстати, что у меня тут тап? Какой-то перекрытый, перечёкнутый. Не знаю, короче. Ладно. Ладно, чего там мне надо, блин? А я могу вообще пойти поспать там? Просто интересно. А ну. Профессор, это, конечно, хорошо. А ну, сейчас коллекции глянем. А, вот этот появился. Халатик появился. Не, вот эти вот глянем. То, что мы прочитали. Постепенно заполняется. Хогвартс заполняется. Так, и вот это вот. Ещё одну палочку нашли. Вот пока всё. Достижения. Там что-то я тоже могу облик получить, да? По заданиям. По заданиям тоже могу получить даже два облика. Первый это внешний вид снаряжения. Шар с символом факультета. У меня такого нет разве? Теперь есть. И завершите задание. Это скоро, когда завершим. Тогда у нас появится. Понятно. В инвентаре у меня появились новые... Что? А, ну это понятно. И, собственно, письмо фигу от Блэка. О том, что меня приняли. Коллекция. Ещё что-то? А, шаршик появился. Всё. Всё, Варигудс. Мне интересно другое. Я могу пойти сейчас вздремнуть в своей же кровати, чтобы наступило полноценное высыпание меня. Вот моя гостиная, да? Южный выход из Хогвартса. Нет, это далеко. Внутренний... Подожди. Гостиная Гриффиндора. А что это-то я не активировал? Больничное крыло. О! Там же интересно тоже было. Ладно, давай сюда. Я попробую сейчас просто прийти к себе в комнату в ночное время и попробовать просто поспать до утра. Получится это сделать или нет? Это интересно. Дальше нас ждёт потайная секция этого библиотеки. Там, где хранятся книги, которые запрещено брать студентам руки. Это тоже интересно. Попробую сейчас просто выспаться. Хотя, по-моему, взаимодействие с кроватью недоступно. Но может быть... Может быть... О! Я дома. Может быть, в ночное время доступно. Во! Жетоны вложу. Вот что. Пока я тут. Поиск хитромных ключей идёт неплохо. Да я вижу, как они идут. Но 50% должно уже быть. Ну, около того, возможно. Ну, неплохо. Нет, 50% не достигли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь из шестнадцать. Малеха не хватает. Ладно, пойду в спальню. Разговорчики? Сегодня пугаешься. А это что? Вообще-то такое. А, это балкончик. О! Там тоже, кстати, было в этой... В игре первой. Балкончик. Смотрелись очень неплохо. Так, а где же я сплю-то? Господи. Я что? А, это не моя спальня. А вообще, кто-то спит вообще в этом? Их никогда здесь нет. Вот мне интересно, они когда-нибудь спят? Вообще. Кто-нибудь спит? Письма есть? Нету письма. Нету письма. Почему мне никто не пишет? И тут никто не спит. Интересные у меня соседи. Кстати, ты не можешь спать. Понятно? Вот вам и все. А как же мне тогда это? Вы поняли. Силы восстанавливать. Не могу я спать. Это моя кровать. Тринадцатая же. Тринадцатая. Моя кровать. Частливая. Я не сплю. И остальные не спят. Странно. Очень странно. Очень. Так. Секреты. Вернитесь в класс профессора Фига. Дизеллюминационное заклинание. Отслеживание задания. Лучше, наверное, вот так вот. Да, лучше, наверное, вот так вот. И вот так вот. И спать мы будем опять на коврике у него. Представляете? Опять будем спать у него на коврике. Пока он не появится. Чудесно. Где-то думал, чтобы, ну, время суток сменить, да? Тоже вариант. Так, задание. Опять-то окошко. Тут уже ничего даже и не звенит. По-моему, я опять не телепортировался не в тот класс. Ну да. Не к тому огню. Ну ладно. Добежим. Там ближе есть. Ну вот, его опять нет. Ну да, лучше здесь на коврике спать, как кошка. Чем полноценно у себя на кровати, да? А, вот и вы. Да, это вот и я. Привет, профессор Фиг. Ладно, друзья. Давайте вот на этом моменте мы с вами остановимся. Сейчас, по-моему, что-то не добрал. Я тут у него... Что-то такое у тебя. Не отдает сова. Остановимся здесь, потому что у нас там будет изучение нового заклинания. Дезуллиминация называется. Будем, наверное, что-то скрытное еще открывать. Вообще здесь с таким количеством предметов надо взаимодействовать после каждого заклинания, чтобы открывать новые секреты. Это просто жутко представить даже. Но интересно. Сейчас мы начали зажигать урны. Я вот сейчас представляю, сколько мы урн пропустили. Шкафы начали находить. Сколько шкафов мы пропустили, пока бегали. И не было ли шкафов еще? Нет, там точно не было шкафов в Хоксмиде. Там другое совсем. А вот урны, может, и были. Которые надо поджечь. Опять надо все пробегать. Потом появится возможность, это же как его, сундуки с глазами открывать. Потом просто замки открывать. Ой, сколько мы тут с вами навродим-то. Ну что, давайте вот здесь остановимся, если игра даст себя сохранить. Иногда она заставляет нас это, закончить задание основное. А потом только выходить из игры. Ну, я думаю, что это не очень важное заклинание. Ой, заклинание, мне уже пора заканчивать. Я еще от колокольчиков не отошел. Так вот, не очень важное задание, потому что оно требует времени. И я выполнил кучу квестов до него. И поэтому, я думаю, можно будет сохраниться, выйти с игры и в следующей серии продолжить. И профессор Фик обучит нам кое-чему новому. Все, друзья, спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. До новых серий в Хогвартс. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова